Всем привет, с вами снова канал выставки Росмолд и сегодня в программе вы увидите, как происходит производство в компании Технопласт Юг, какие производственные процессы, также каким образом производятся детали, ну и в принципе на чем сконцентрировано это производство. Напоминаю, что регистрация на выставку Росмолд уже идет, зарегистрироваться вы можете по ссылке в описании. Также, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и распространить его, я думаю, что оно полезно очень многим. Напоминаю про наш телеграм-канал, у нас публикуются вакансии, публикуются новости, публикуются даже готовящиеся законы, которые касаются всей промышленности России, поэтому, пожалуйста, будьте в курсе новостей, подпишитесь. Я представляю нашего спикера, который расскажет о своем производстве и более подробно именно покажет в ролике. Я напоминаю, что все ролики у нас не постановочные, таким образом вы увидите самое настоящее производство. Это Андрей Сатенко, руководитель компании Технопласт Юг. Андрей, здравствуйте. Андрей, добрый день, коллеги, здравствуйте. Сегодня расскажу немножечко урывками, вкратце о нашем производстве, покажу какие-то технологические процессы и переделы, расскажу, чем занимается наша компания. Это не полная картинка, действительно, да, я права, у нас видео не постановочное. Снимали рядовые сотрудники по рядовой задаче, а потом мы немножечко видео там скомпоновали. Слушай, Андрей, давайте посмотрим ролик. Начинается производство у нас заготовительного участка, то есть у нас ничего нового. Традиционный большой советский фрезер с большой фрезой снимает большие кусочки стружки. То есть на этом месте после того, как мы распилили заготовку, мы устанавливаем деталь и обрабатываем ее. Дальше иногда или всегда по техпроцессу деталь может попадать на черновую фрезерную обработку, чиповусную. Сейчас мы показываем дальше продолжение цеха. Значит, мы посмотрели фрезерную обработку и посмотрели цех, в котором у нас есть разъемная проволочная и серийная фрезерная обработка, на которой мы изготавливаем серийные детали. Помимо инструментальных деталей мы еще производим и серийные. Это небольшой верстачок, на котором годные детали. Сейчас мы видим, как обрабатывается элемент формообразующей детали. Заготовка лежит на магнитной плите. Это позволяет исключить ошибки переустановки и фрезеруется по кругу формообразующей. А здесь на магнитную плиту мы установили патрон токарный. Токарный патрон должен занимать круглые детали. И тоже круглая деталь проходит механическую обработку перед термообработкой. То есть, когда заготовка стальная в сыром состоянии, мягкая и удобная для обработки, удобно обработать геометрию предварительную, для того, чтобы получить потом меньшую нагрузку на оборудование и исключить ошибки, неточности, привязки и сложности обработки каленым деталям. Наше производство не владеет собственной термической обработкой, поэтому после черновой фрезерной обработки, сейчас мы на видео тоже видим элемент, где дофрезеровывается предыдущая плита, мы после черновой фрезерной обработки, мы очень часто отправляем либо на слесарный участок, где изготавливаются какие-то отверстия, каналы охлаждения или какие-то предварительные действия слесарь проводит в формообразующих, деталька уходит на термообромент. Тут немного дублирования, сейчас на видео мы видим стеллаж, на котором хранятся детали в обработку и какие-то элементы, патроны и оснастка станочная для того, чтобы оператор-навадчик мог произвести налад. А на этом стеллаже хранятся маленькие готовые детали. Очень часто в инструментальном производстве требуется технологическая база. Технологическая база нигде не может быть достигнута и получена в нужном качестве, точности и чистоте, кроме как на плоскошлифовальном оборудовании. Поэтому у нас в парке станков есть новый шлифовальный станок с большим столом, относительно большим, 400 на 850, с устройством цифровой индикации, который позволяет достаточно точно определять размеры. На этом видео мы видим, как на фрезерном станке фрезеровщик универсал делает разметку и выбирает металл для подготовки деталей для следующей операции. Без сверлильных станков в инструментальном производстве никуда. Казалось бы, простой станочек, но без него невозможно не просверлить ни глубокие каналы, ни сделать какие-то отверстия. В предложении темы отверстий у нас есть супердрель, которая позволяет в деталях после термической обработки делать стартовые отверстия для последующей обработки на электроэрозионном оборудовании и проволочном, которое позволяет делать какие-то контуры сложные. Сейчас мы видим, как прожигается стартовое отверстие в металлической каленой детали. После того, как стартовое отверстие прожглось, деталь может быть перемещается на эрозионный проволочный станок. И на этом проволочном станке заправляется проволока вольфрамовая или молибденовая толщиной 0,18 мм. И она достаточно продолжительный период времени вырезает профиль. Сейчас мы видим под защитным колпаком, как вырезается профиль. На этом кусочке мы видим, как у нас откомпонован шлифовально-слесарный участок, потому что слесарям очень часто в работе требуются и дошлифовочные какие-то работы, поэтому иногда по техпроцессу на слесарном участке есть тоже шлифовка. Мы посмотрели, слесарей у нас, как и во всей стране, достаточно больная тема, поэтому мы обучаем слесарей самостоятельно. Сесарное дело очень непростое, работа с металлом достаточно точная, аккуратная. Сесаря очень часто ловят достаточно высокие точности. У них сложная задача не сбить кромки, заполировать деталь, пригнать одну металлическую к другой, обеспечить собираемость, кинематику изделия. Много оснастки приходится ремонтировать. В данном случае видно, как ребята пытаются разобраться, в чем же причина остановки оснастки на рабочем, на литейном станке. То есть специальные разобрали оснастку, пресс-форму и смотрят, в каком виде они могут установить и что мешает установке закладных элементов в пресс-форму. То есть это достаточно сложные конструкции. Сейчас на видео у нас кленовая пресс-форма, которая имеет несколько плоскостей разъема. Эта пресс-форма пришла в доработку после заявки заказчика. Это новая формообразующая после мехобработки. Она только пришла на слесарный участок. Сейчас слесаря ее будут доводить, полировать, притирать, согласовывать размеры, садить на краску. Синяя краска на формообразующие – это элемент защиты от коррозии. После сборки пресс-формы выглядят в таком виде. Это уже отработавшие пресс-формы. Какое-то промежутокремие они могли попасть на ремонт. Пресс-форм у нас много разных. С механизацией, с горячими каналами, большой грузоподъемности. Ну, вернее, это ножа высокого. После того, как пресс-форма собрана, она попадает на литейный участок. Сейчас на видео можно посмотреть наш парк оборудования. На литейном участке у нас термокласс-автоматы от 90 до 320 тонн. И большая часть из них оборудована роботами. Для того, чтобы исключить влияние человека и ошибки человека на технологические процессы. Видно сейчас, на литейном участке все машины загружены. И эти машины работают у нас 24 на 7. Большая часть этих машин имеет специальную подготовку под переработку стекла. И стеклонаполненных полимеров. Это тоже особенность нашей компании. Мы много перерабатываем стеклонаполненных полимеров. Вот я говорил про стеклонаполненные полимеры и про роботы. Как раз сейчас на видео деталь очень сложная, с внутренними канавками, которые оформляются в пресс-форме, складывающимися знаками. А деталь снимается с пресс-формы роботом. Для того, чтобы ее нельзя бросать. Она очень точная. И нельзя допускать в зону литья человека. Поэтому в таких процессах применяются роботизированные вот такие литейные станки. Они позволяют повысить надежность пресс-форм. Роботизированных станков у нас много. Сейчас на видео показана электрическая машина, которая тоже у нас оснащена роботом. И позволяет достаточно комфортно работать с частью детали. Это какая-то декоративная деталька. Ну вот в таком виде происходит литье с роботом. Это у нас машина достаточно необычная. У нее где-то 1,7 литра объема впрыска. Это вот сейчас другая машина. А усилие смыкания порядка 320 тонн. То есть на ней мы перерабатываем в основном стеклонаполненный полимер. Коллеги, спасибо за большое внимание. Дарья, спасибо за внимание нашей компании, за возможность показать наши живые будни непостановочные, как вы очень смело и точно отметили. И хотелось бы сказать, что надеюсь, мы сможем сделать и постановочное видео, в котором сможем полностью отразить весь жизненный цикл и все подразделения показать нашей компании. Потому что подразделений достаточно много. В компании порядка 120 человек. Это такое достаточно большое предприятие уже по меркам российского машиностроения, которая там недавно совершенно образовалась компания. Также, коллеги, прошу или приглашаю точнее на наш стенд. С удовольствием готовы будем ответить на любые ваши вопросы. Вопросов неправильных или каких-то там нескромных, или каких-то еще не бывает. Поэтому готовы будем ответить абсолютно все, на все вопросы. Потому что ваши боли, задачи, технические предложения и сложности – это наша профессия. Мы готовы вам помочь в решении этих вопросов. Так что будем рады видеть. На стенде, помимо меня, у нас обычно работают 5-6 высокопрофессиональных сотрудников от технологов по металлообработке и заканчивая технологами политью, конструкторов и, конечно же, менеджеров, что будут вести ваши проекты, если вы начнете работать с нами. Поэтому рад видеть, слышать. Спасибо за внимание. И, как говорится, добрых дел вам и всего-всего-всего технических побед. Андрей, большое вам спасибо за такой ролик и за то, что вы рассказали. Я напоминаю, что это не последний такой выпуск с производства «Технопласт-Юг». Поэтому, пожалуйста, чтобы не пропустить новые ролики, подпишитесь на наш канал. Также я напоминаю, что выставка «Росмолт» очень скоро. Регистрация на нее уже идет. И как раз Андрей будет на выставке все три дня. И компания «Технопласт-Юг» является нашим экспонентом. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь. Ну и не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк этому видео. А я прощаюсь с вами. Очень скоро увидимся на «Росмолт».